В эти минуты тысячи верующих в разных странах мира ждут частицу благодатного огня. Его в специальных лампадах развозят по православным храмам всех континентов. Символа воскресения Христова, так называет огонь, снизошел страждущим в Иерусалиме. Чтобы увидеть чудо своими глазами, к гробу Господня в Израиле отправились паломники сотен государств, в том числе и из России. О главном таинстве Великой Субботы Алексей Шанев. Каждый год у храма Воскресения Господня десятки тысяч верующих ждут чудо, благодатный огонь. Каждый день появляется накануне православной Пасхи. Именно с этого момента начинается один из главных праздников христианства. Иерусалим на Страстной неделе становится местом паломничества. Верующие приезжают со всех концов света. Это особое событие для меня, очень важное, как и для многих православных. Я приехала из США, я всю жизнь мечтала приехать на Святую Землю, приехать туда, где ступала нога Христа, где Он страдал, где Его распяли и где Он воскрес. О священном огне говорил еще апостол Петр. Первое письменное упоминание о нем датируется IV веком. Православные считают благодатный огонь знаком свыше, первой вестью о воскресении Сына Господня. Как он не сходит, пожалуй, главная тайна. Патриарх Иерусалимский Феофил в окружении служителей церкви спускается к гробу Господню, и его появление с зажженной лампадой ожидают по всему миру. В наше время присутствовать при зажжении огня для православных верующих все равно, что для мусульман совершить хадж. Момент не только эмоциональный, но и объединяющий сегодня, например, российская и украинская делегации в храме Воскресения Господня стояли рядом. Из Иерусалима благодатный огонь развезут по всем православным храмам мира. В Москву его доставят к началу пасхальные службы в храме Христа Спасителя, которую проведет патриарх Московский и всеаруси Кирилл. Во Внуково спецрейс ожидают к 22 часам. Алексей Шанев, Елена Калинина и Павел Некотарчук. Пятый канал.